у нас внезапно начинается второй матч это инфи против тиаша это вот wcg 2019 с вами михаил анжимайкер часику отдельный привет и два китайских игрока лучшие представители раз альянс на этом турнире сражаются друг против друга какие лучшие представители а как же хавк до хавк уже одержал победу над инфи и к сожалению вчера про также проиграл тяжу 12 тяж на данный момент является абсолютным фаворитом в группе на данный момент он не проиграл пока еще ни одной серии ведется стоит и по 30 так рыцарин на турнире еще не было были рыцари были рыцари на турнире вы правда не смотрели почти этим матчу это был тяич против райса французского в общем этого андада чего рыцари были с обоих сторон потому что надо это были большие захватывал и переманивался нормально делал вот а следующем матче нас будет хэппи против у хэппи извините хавк против хавк против муна у хавка уже все хорошо он из из группы точно выходит потому что на данный момент у него стата 313 31 причем два фрага это инфи и лавлиет причем лавлиет 20 ну то есть он только тяж собственно пока что на данный момент проиграл хэппи когда хэппи завтра как и будет завтра опять же постримим немножко gothic у чуть-чуть командос доиграем метрошечку и как раз к императору пойдем так значит правый верхний угол это th который является кстати фаворитом в этом матче ну по крайней мере судя по исполнению ну и в конце концов у нас есть в качестве измерительного прибора хавк до который инфи одолела тяж проиграл очень странно представляется сейчас архмага до элементарь верхней не сразу пошел в нужное место а здесь 3 лима не вызвал тяж это важный момент то есть там лим был вызван маны было потраченным а тяж прям хочет третий уровень с большим запасом маны он использует для этого ополченцев терять правду футмены вот и у нее сейчас ну плюс 100 там 25 маны 250 видите 260 мега бронированный архмаг у него плюс почти 7 единиц армора благодаря кольцам 33 и агиле 09 вопрос если магическая вышка есть магическая вышка что по застройке дырявая все очень хорошо контролить магическую вышку вызывается элементарь внутрь от инфи в общем малой кровью отбивается только майнинг тайма не было ну по по сбору леса по крайней мере а так великолепный инфи отбивается сколько одна броня держит урон 6 процентов от базы приблизительно так ну соответственно каждая следующая броня относительно нового значения дает меньше процентов грубо говоря не 12 11 там или 10 с 11 десятка армор это в районе где-то там 30 с небольшим кажется дэмэдж редакшн мне кажется меньше кажется меньше надо тыкнуть посмотреть мне кажется что в районе тридцатки 30 32 идет сумасшедший микроконтроль с элементарь подставляется немножечко но успевает убежать на нейтралов когда следующий игроков вот следующий будет после этого я не знаю во сколько конкретно она будет но скорее всего будет какая-то пауза продолжается вот это вот противостояние дефэнс у тяжа с этих а вообще например не не любит деф в зеркальном учебе хотя чуть ли не в каждой игре его пилит и по второму герою тяжа насколько я помню была панда пытается подрезать фута подставляет при этом бедного архмага следите что творят правда у тяжа с кого айма есть ботинки и он соответственно спокойно можете скакать контроль очень хорошо так и возвращается джок медведь ну 10 вроде это не под 40 мне кажется ближе к 30 лучше перепроверить на что кажется дезинформация ну кастер и mountain king все-таки у тяжа здесь тоже мк у инфи как братья-близнецы играют почти 4 м 69 армора что ну новый патч кольца теперь плюс единичка каждое новое кольцо по уровню плюс единица армора колец плюс 2 уже получается нет в принципе зато появились кольца плюс 6 вместо плюс пяти и кольца наконец-то стали не тем артефактом при получении которого ты сокрушался и винил рандом а вполне вполне хорошим предметом особенно для всяких mountain king of алхимиков рыцари смерти жуков и прочих товарищей с основным атрибутом сила или на 5 поставляет куда артмаг 4 отходит сразу же для того чтобы больше xp передать mountain king да и получает мкауча заряженный смотрите тоже плюс 6 силы армора много я проверил 37 с половиной десятка 37 десятка все спасибо большое медведь ближе к 40 все-таки и пошел экспант тайминг интересный при этом экспант сразу палится как вы видите и у одного и у другого архмаг на харассе и на разведке причем под подрезается кажется приз кроме футмена подрезается еще приз а сейчас рискует же архмаг это минус тп да не доконтролил не доконтролил инфи серьезно зачем сейчас было тратить время то есть он убил фута надо было валить телепортируется и готовится готовится в атаку пойти такой злой мотан кисть плюс 12 сил у него много армора закупает роли берсерка идет в атаку не пропускает тем не менее при при марше на вражеские на вражескую базу там не знаем на main пойдет может быть он сразу не пропускает короче нейтралов собирает то время уходит и ну приобрел как вы видели лимиты сопоставимы она экспансии пошел даже красную точку сразу пытается собрать щитяж очень нагло играет при том что они не встречались не сражались то есть они у нет такой ситуации что можно поставить нычку просто потому что вы какой-то преимуществом нет у них ой магическая вышка неплохо постреляла парах магу но даже пару-тройку выстрелов умудрилась сделать по матун кингу но к сожалению минус забегает еще ополченцы возможно финал очка подрезается присты первую очередь тяжем как ты вроде не собирается тяж здесь продолжать ставить базу она была отменена визуально его значительно меньше футмены просто посмотрите у инфи там полдюжины футов он отлично подкачивает убивает рабочего 1 2 теряет конечно тоже нет футмены все еще жив чуть нет 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 все минус футмены сейчас ополченцев скоро отпустят мне кажется паладину sky ура здесь должна еще подрешивать учитывая то что работает на всех работает постоянно и и что жапнули теперь двоечка подрезает еще креста все на микроконтроле здесь все на микром что инфи то давит им справляется его по-прежнему визуально больше чуть не добил одного фута его вылечивает потихонечку присты нет не вылечивает один раз подлечил и все забил но опять же 48 там на 51 что ли я тут тоже его кстати аура и не заметил паладиновскую нет я я накосячил друзья паладиновская аура наоборот тяж когда гранд-финал завтра-завтра плей-офф будет разбегаются по последним до по последним точкам на карте там есть еще зелененькие мурлоки на территории у инфи но эти големы как же самые жирные посылаешь там через атаку присты такие лезут кто-то лечит а кто-то идет прям прям на голема провоцирует его на клэп не специальным так получается а плей-офф завтра финал воскресенье говорит овермайд я думаю что окей там матч это господи осталось в плей-оффе всего четыре матча и они будут 3 причем пошел смотрите в архмак ему выпала аура к доевская и в последнем патче она приводит к тому что архмак постоянно вот да не только архмак он как ченнелинг заклинания машет посохом короче постоянно сигнальный дед пошло сражение 5 архмак стенка на стенку ополченцы прибегают инфи опять же больше у него и ментов больше прибежала и лимита у нее чуть чуть но больше и кстати у нее пятый уровень раньше был получен возможно подконтроливает мку красиво да там у обоих причем 3 ауры на пятом уровне не хочется давать видимо экспу халявную так и присты регенерирует быстрее так и так дисплей все вы уже этих лимов обмениваются опять молотками убивают приставка немножко коца на его инфи но тушь тяньки может исправиться сравнялись так чисто визуально тоже по лимитам молоток по маутон кингу окружать его не пробовал хотя даже на всякий случай тяж перестраховался ох минус прист минус прист минус прист как же дико они быстро убивают умирает нет все равно чуть-чуть но инфи то побольше 47 на 4141 уже ощутимо побольше я правда не знаю что сейчас делать кроме зеленой точки ничего на карте не осталось до собирать его конечно можно тем более что маутон кингу остался все немножко до пятого уровня плюс артефакт конце концов грейды 21 посмотрел что брекеров тяжевских хороший молоток фокус да инфи очень достойный контроль а тут уже 5 мк пустой момент я даже не нужно атаковать по присту его с третьего молотка почти полностью выносит как же он кидает видите и ничего не сделать главный стапов нет никак не законтрить пытается фокуснуть маутон кинга окружает его он трындец какой плотный есть ли у архмага что-нибудь пытается выйти из окружения выходит из окружения но ведь второй молоток отчаянно пытается им кубить очень много в этом вкладывает ресурсов да не убивает мку и до свидания инфи побеждает что ну скорее всего там конечно 5 мк все дела но по лимиту по лимиту все очень плохо последняя надежда это убить архмага пытался подблочить молоток во вражеского мку отступает ты с одной стороны кажется догонит армию гонит но там плюс десятка лимита плюс десятка лимита gg пишет тяж и все инфи берет первую карту у тяж хотя по хавку по хавку тяж посильнее на самом деле как тоже взял утяж первый матч первую карту и все игры что сынка что стяжем были близки еще можно смело я думаю поставить в один ряд и инфи тяж и и хавка по крайней мере в мироре они выглядят очень достойно и счета как вы видите тоже вот 12 12 сейчас тоже начинается ну начинается 1-0 но храниф не в пользу типа фаворита всем доброе утро друзьям 7 часов утра почти 659 мы уже посмотрели замечательную серию каппульс лавлиет а сайдом хавк играть будет будет конечно просто здесь показываются не все матчи на сегодня их раза два больше давайте посмотрим сейчас подряд Да, по сути У Хавка это будет последний матч Против Сайда Ну потому что там тех пор у Канадца Он не приехал Повторюсь из-за того, что Проблема у него с аллергией Надеюсь, что матч Хавка с Муном Будет на сцене Как бы это выглядит логичным Потому что хотелось бы посмотреть на него Вживую Понятно более Музыка бодрит, говорит Симон Пауэр Ой Если бы мы ее не слышали уже так В сотый раз Конечно бодрило бы Выяснили в итоге М или Н А там по-разному очень Да, ну Чаще всего Н А почему Звяк по результатам Икипедия занимает первое место Да и с очень лидирующим счет Звяк Не знаю Не знаю про Звяка ничего Не слышал Хотя такой Довольно Громкий никнейм Поешь на короля В льва Обязательно Обязательно Что смотрим Судя опять же По тем матчам Которые мы видели Вчера Мета одна и та же То есть она не меняется И единственная вариативность Это по второму герою Опять же У Тиаша В играх с Хавком Дважды была панда Но здесь он отдал предпочтение Матуткингу А в остальном все прям Очень-очень одинаково Орков на этом турнире нет Орков нет И андет только один Такой Ну в гранд-финал Просто прошло 8 человек На том же самом галде Было 16 Возможно если количество Квот на тот же самый Китай или Корею Было бы там Хотя бы Ну и если было Х2 то точно бы прошли Потому что С Китая 120 Бы с гораздо большей вероятностью Отобрался Учитывая то что Ну если был не 2 А 4 квота Также я ожидаю что Не ожидаю Допускаю Что если на Корею Также выделили бы Не 2 А 4 квоты То кто-нибудь из арков Пробился бы Ну тот же самый Фокус Тот же самый Лин Ну фокус даже Судя по Играм на галде Потому что Он Очень хороший уровень Показывал там Вот Но из-за того что Число мест Крайне ограничено Такое вот Вышло совпадение Скажи кто синий Кто красный Инфи синий Тяж красный Вроде как Так так Сейчас мелькнуло Да Инфи синий И инфи проигрывает Ой смысле И тяж проигрывает Извините Они похожи Блин Тут Я их и так то Постоянно путаю Просто называю Не в попад То одного То другого А тут еще Они решили Друг против дружки сыграть Один на лагерь наемников Другой пошел в агрессию Лагерь наемников С одной стороны Жирная точка Полезная Но очень долго Очень долго Мне кажется Что сейчас Инфи может Такой Устраивать Да Пока там идет Криппинг Который не бросишь В середине процесса Уже первый Рабочий падает Магической вышки Нет Это изи 2.0 Для инфи Ладно еще не изи Но Так 3 ам Плюс 6 И минус телепорт Неплохо Телепортируется Понял Где Где был тяж Но вообще Дороговато вышло С минус тп Минус пара рабов Немножко майнинг тайма Ради половинки Уровня артефакта Сомнительно Сомнительно Но там правда Еще прист Сейчас мискликнул Инфи увидели Если бы он Не сделал это Я не допустил Этой ошибки То вполне вероятно Футмен это добил Чуть больше 100 хп Осталось Один выстрел Архмага Да Пара тычек 3-4 Футмена Диспол Диспол Хороший Так Логическая вышка Хорошо простреливает То есть там Живого места нет В смысле Безопасной точки нет Задача Винфи конечно Получить третий уровень При этом Попутно Харасить Он пытается Отвлечь Внимание Основной армии Футменами Своими Постоянно Создавая угрозу Что может прибежать На мейн Телепорт Это нет Прибегут И все До свидания А в это время Архмаг Полезным делом Занят Но ему чуть-чуть Не хватит До третьего Все равно Чуть-чуть Не хватит К сожалению Т2 Маутен Кинг Вот отсутствие Телепорта Что там Панду взял Вторую Да Панду взял Думаю Где деньги Все Все логично Пандерийский пивовар Странно Что он взял его И побежал Харасить Зная Что там Вышка Вообще Очень странно Сейчас Тяж играет Реально Угрожает Алтарю Пандой Это Слив Маной Это Ну буквально Это Слив Маной Смысла Нет Врываться Ну сейчас Он дыхнет Еще Фермы Врабов Но Маутен Кинг Выйдет В любом Случай Фермы Он не Ушатает Если контролить Будет Инфи Ну это Конечно Извините Это Извините Конечно Минус Тролль Естественно Не добивая Те Аштават Роля Так Еще Теряет Рабочего Инфи На ровном месте Слушайте А дыхание Это неплохо Зашло В результате Минус Фермы Еле Живой Алтарь Недоконтроленные Рабочие Уже Третье Умирает У Инфи Раб Да Казалось бы Армии Никакое А он Еле Еле Отбивается Еле Отбивается Забывает Матун Кинга Короче Оба Косячат Оба Косячат По микроконтролю Может Не проснулись Тоже Что там Ладно Напомните Мне После Игорь Ктоп Ктоп Андеду Один Вернуться В часики Не хочется Сейчас Спекаться Большое Количество Престов У Инфи Очень Странный Крипинг Посмотрите Там И Присно Получал От Гнолей Сейчас Будут Бороться За Этих Гноликов Панда Почти Второе Дыхание Шикарное Но На Второй Уровень Немножко Не Хватает Дефенс Может Помочь Тиашу Слоу На Маутен Кинга Диспал Молоток Напрашивается В панду Дыхание Шикарное Нейтралы Вписываются То За Задних То За Других Смотрите Куда Гнол Убежал Но Это Даже Хорошо Для Инфи Потому Что Спокойно Ты Забираешь Артефакт Какое Там Все Красное Господи Два Красных Футмена Элементаль Зачем Молоток Кидает В этого Фута Он и так Умирал Даже Его никто Не контролил Ополченцы Отдаются У Тиаша Просто Хороший Молоток В приста Фокус 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 По нему Идет Но Не Всеми Баш Панда Хотела Дыхнуть Ну Дыхнула В результате Но Во время Анимации Получила Оглушение И Заклинание Сбилось Фокус Четвертой Что ему Ему Нельзя Вообще Находиться В Авангарде Потому Что Один Второй Молоток И Все Как же Он Баш Через Раз Маны Нет Молоток Правда 40 Всего Лишь Маны Умки Там Интересно Фотографию С местопроведения У комментаторов Скинул Неплохо Неплохо Я Еще Лисори Сосказывал Что Да На телеке Все ведущие Без штанов Сидят Но Этого же Не видно Не Я в штанах Сижу Честно У меня Квартирные Брюки Все Прилично Вообще Наоборот Если Некомф Некомфортно За креслом Без штанов Особенно Черт знает В каком Левом Кресле На месте Проведения Зачем Я не пойму Ха Что А без Пиджака Я сказал Извините Бывает Разбежали Скрипится Без фото Не поверим Ладно Не сомневаюсь Что это 2-0 В пользу Инфи В пользу Инфи Понимаете Учитывая Более-менее Равную Получается Игру А вот Не починил Алтарь Помните Говорил Михаил Говорил Михаил Предупреждал Эх ты Хорошо Хорошо Что Начинает С Блэксмита Ой До свидания А нет Не до свидания Там есть Дирижабль Мы будем Использовать Дирижабль Ага Мы будем Использовать Камень жизни Брекеры Стреляли Долгое время По По кузнице Все это Ну Все это время После телепорта Панда Подставляется Панда Телепортирует Ну В смысле Не телепортирует А в Дирижабль Садят Хилин варт Слушай Там такое впечатление Что дыхание было первого уровня, что? Ну, понятно, что у панды там пассивка одна. Но как-то мало урона влетает в плестов от панды. Со второго-то дыхание. Продолжается сражение. Тут пятого уровняем. Панда очень подставляется, между прочим. Перебиваются хили-нварды. Нет, контроль это хорошо, стараются. Но инфи тупо больше. Я вот к чему. Инфи TH тоже с хорошей вероятностью выходит из группы. Ну, то есть там под вопросом, либо ла-ла это, либо там инфи. Кто-то из них может отколоться. Ну и хавк точно выходит. Уже точно прям выходит. И учитывая, что в плейф 4 человека полуфинал, сингл, ламинейшн, здравствуйте. Хавк вообще может изи до финала дойти. И даже с таким раскладом он, ну и не хочу сглазить, естественно, но у него более-менее реальные шансы вообще на победу на ВЦГ. Ну, представьте, у него там в полуфинале инфи, в финале TH. Мирор, мирор. Все по силам. Вообще все по силам. Ну, конечно, там может быть мун, я просто одну из, один из вариантов. Но то, что он в топ-4 минимум, это уже ни у кого сомнений не должно быть никаких. Топ-4. Гэгэ. Инфи 2 0. Тяжа просто. То есть, немного везения и выложатся в важных сериях в нормальном мэтчапе, в мироре, который у него хорош. И все. И ты топ-1, топ-2 можешь легко брать. 3-2-2, походу, говорит Хавк. Но они как-то оба лажали. Вполне могло такое произойти, потому что это два соотечественника, инфи точно выходит из группы, ой, в смысле, TH точно выходит из группы, а инфи как раз был под сомнением, потому что у него уже есть одно поражение. Сейчас у них у обоих 3-1-3-1, насколько я понимаю. И вот. У тебя ж на себя не был похож в этих двух. Да, он он ошибался. Больше, чем обычно. Привет, Валерия Скроу. Очень неинтересная серия получилась. И тут скорее дело не в нубасских комментариях, а дело в однообразном и без безинтрижном развитии событий. в однообразном и безинтрижном Извините, матика. И сегодня как мать и supported р к пр и